и пока еще есть немножко света значит скажу про пояс как я его заканчивал чтобы он был вот такой эластичный здесь у меня с изнанки простая резинка обычная резинка 25 миллиметров шириной я просто купила вот синюю попалась мне такая синяя резиночка красивая и я взяла нитку морской волны и так вот через край и за серединку через край и за серединку этой ниткой вот эту резинку прихватила сначала думала делать кулиску из ткани даже немножко торчит кое-что потом обрежу вот или думала может быть связать двойной вот этот пояс но мне не хотелось излишней толщины он и так здесь достаточно плотный то есть юбка в общем-то летняя ну и когда ветерок дует ее достаточно хорошо продувает такое ощущение я уже говорила что как будто нет на тебя ничего однажды я с подружкой гуляли тут ветер как паду я думаю так не юбка улетела что ли смотрю нет на месте просто за счет вот этих вот дырочек за счет того что она вот такая ажурная вся все-таки вязка крючком это ажур как ты плотно и и не вяжи можно конечно вязать еще плотнее можно вот у меня даже некоторые ряды вот здесь вот прям вот получается прям вот получилось как-то вот как рука шла прям совсем плотненько плотненько а здесь вот начинала когда еще не настроилась здесь более так прозрачно вот но в общем не хотела я утяжелять сильно этот пояс и поэтому просто такой применила простой дедовский прием ну прихватила резинку с изнанки той же ниткой которая вязала получилась как бы такая полупрозрачная кулиска любой момент я могу эту резинку оттуда достать поменять там что-то с ней сделать и она хорошо держит не надо никаких молний вставляет ничего вот застежка то есть хоть через ноги одевая хоть через голову вот класс мне вот это вот нравится когда вещь такая функциональная простая вот напялила и пошел вот ну конечно все таки я сейчас посмотрела я еще ее поутюжила что-то в первых двух сериях я ее показывала прям вот как с вешалки сняла тоже нитка вот есть как с вешалки сняла как она у меня была вот одиона пару раз в этом сезоне уже даже за рулем в ней ездила так и положила его на видеосъемку чтобы показать вот как она в реальности как она себя ведет то есть вообще нитка вот классная может быть потом еще отдельно про нет про нитку сниму ролик потому что все таки хлопок тонкий крученый мерсеризированный получается прям такая вот она и пластичная и ажурная и в то же время тяжеленькая и драпируется и красиво ну конечно поработать надо времени ушло на это творчество достаточно много но в принципе конечно надо сделать чехол нижней надо сделать подъемник и будет тогда вообще идеально идеальный вариант вот ну пока вот так вот закончу вот таким вот ракурсом если будут будет кому-то интересно могу более подробно может быть даже чертежик сделаю выложу ну это уже со временем чуть попозже пока вот так